Девушки отдыхают В том случае, если астероид упадет на Землю, человечество практически сразу погибнет Взрывная волна невиданной силы прокатится по всему земному шару, после чего планета окажется в огне Оставшиеся в живых люди начнут задыхаться от пепла и сажи, которые, попадая в легкие, будут сжигать их изнутри Температура подскочит практически мгновенно, более чем на 20 градусов по Цельсию Всего за несколько лет наша планета превратится в безжизненный Марс Подобные перспективы заставляют ученых уже сегодня разрабатывать план по эвакуации Земли Если еще вчера колонизация человечеством других планет Солнечной системы была лишь сюжетом фантастического фильма То сегодня ситуация такова, что медлить больше нельзя Сначала высохнут реки Затем палящим солнцем будет выезжена до отла вся растительность Ледники растают, но пресной воды все равно не будет хватать Ведь она будет испаряться с такой же скоростью, с какой будут таять льды Без пищи и воды животные вымрут А спустя несколько лет погибнет и последний человек Этот сценарий в скором времени может воплотиться в жизнь Если оправдаются самые пессимистичные прогнозы климатологов Человеческая цивилизация не может жить вечно на Земле Слишком велики глобальные риски, которые могут в один момент убить человечество Изменение климата – это самый оптимистичный сценарий, который может произойти Потому что у человека есть время что-то изменить Но в любую минуту, пока мы здесь разговариваем, на Землю может упасть астероид И это положит конец земной жизни В мае 2013 года ученые обнародовали результаты своих исследований Они выяснили, что за последние 800 лет в воздухе отмечена самая высокая концентрация углекислого газа Любое искусственное вмешательство в природные процессы Земли не может остаться без последствий для человека Климатический механизм нашей планеты слишком сложен для понимания его настолько, чтобы изменить себе в угоду Кроме того, уже сегодня специалисты установили, что наша атмосфера истончается Она становится слишком уязвимой Наша планета окутана плотным пароводяным куполом, который стал настоящей ловушкой для всего человечества С каждым днем он все больше нагревается И создается эффект парника И в скором времени все мы рискуем задохнуться от нехватки кислорода Ученые прогнозируют страшные картины климатического апокалипсиса И если все эти прогнозы воплотятся в жизнь, то человеческой цивилизации не выжить в пределах Земли Исследователи уже работают над созданием метода, с помощью которого нашу планету удастся охладить Но даже если климатологи смогут остановить повышение земной температуры, катастрофы все равно не избежать Ученые установили, что атмосферная оболочка Земли постепенно улетучивается в космическое пространство Темп ее исчезновения в настоящее время невысок И составляет около 3 килограммов водорода и 50 граммов гелия в секунду Однако, как утверждают астрофизики, уже через 200 лет это станет настоящей проблемой А через 300 решать ее будет поздно Если атмосфера Земли истончится, то на планету стремительно начнет проникать солнечная радиация Губительное излучение может привести к спонтанным мутациям в ДНК животных и человека Биофизики уже сегодня разрабатывают методы, с помощью которых они смогут искусственно насытить атмосферу Земли Чтобы препятствовать ее истончению Однако, все эти проекты перспективы далекого будущего А пока существует не менее десятка реальных угроз Которые уже завтра могут полностью уничтожить жизнь на Земле Более того, астрофизики всерьез обеспокоены необычным нашествием Крупных небесных тел в окрестности планет Солнечной системы Угроза падения небесного тела на Землю рассматривалась еще нашими предками А все потому, что это та опасность, которая не имеет временных рамок Это может случиться в любую минуту Знаете ли вы, что пока вы смотрите этот фильм Внешние слои атмосферы претерпевают непрерывные метеоритные атаки Метеориты влетают в атмосферу со скоростью 40 км в секунду И они бы стремительно падали на Землю, неся невероятные разрушения Если бы атмосфера не сдерживала их скорость Многие специалисты выдвигают версию, согласно которой Солнечная система попала в своеобразный шлейф из крупных небесных тел Каждая из которых в любой момент может изменить свою траекторию и направиться к Земле По подсчетам американских ученых, астероидная угроза является сегодня для человечества опасностью номер один Исследователи сходятся в одном Однажды условия на Земле изменятся и нам придется покинуть планету Основной вопрос, который сегодня стоит перед учеными, куда лететь? Главными кандидатами на заселение считаются Луна, как наиболее близкий к Земле объект И Марс, как планета с условиями, приближенными к земным Но как человечество сможет покинуть свою планету? Будут это гигантские космические ковчеги? Или нечто совершенно иное? Каким будет будущее человечества, эвакуированного с погибающей Земли? В городах введен режим чрезвычайного положения Людей охватил страх Каждый, кто хочет попасть на спасительный космический корабль Должен сдать кровь, чтобы исключить возможности заболеваний и генетических отклонений Повсюду огромные очереди паника и давка Многие умирают от обезвоживания и голода, так и не дождавшись своей очереди Это не сюжет в этом основе Это перспектива, которую рисуют аналитики в том случае Если начнется глобальная эвакуация Земля Даже если ученым удастся построить сверхсовременные космические корабли Они все равно не смогут вместить 7 миллиардов человек Однако эксперты утверждают Для сохранения человечества как вида Не нужно эвакуировать всех людей Достаточно переселить одну генетически разнообразную группу Состоящую минимум из 300 человек Именно столько людей по расчетам физиологов Необходимо для того, чтобы человеческий род смог выжить Но как выбрать переселенцев? Перед учеными будет стоять непростая задача В первую очередь необходимо отобрать людей генетически здоровых И предрасположенных к выживанию в трудных условиях Ведь любое заболевание может таить опасность для всего вида И чтобы этого не произошло Переселенцы должны представлять весь генофонд человечества Иными словами, в состав эвакуированной с Земли группы Будут входить люди разных национальностей С различным цветом кожи, ростом и весом Все они будут отличаться идеальными здоровьем и внешностью А также устойчивой психикой Космические челноки не вернутся на Землю Чтобы эвакуировать последних землян Возможно, в самом скором будущем Человечество отправится в космос в поисках нового дома Но как обеспечить путешественников всем необходимым снаряжением? И смогут ли люди выжить без скафандров в открытом космосе? Чтобы обезопасить первых космических переселенцев Исследователи уже сейчас отрабатывают различные версии Того, что может произойти с человеком Если он окажется в вакууме без специального снаряжения Ведь велика вероятность мгновенного замерзания и смерти Однако ученые уверяют, что людям не придется жить в условиях открытого космоса На другой планете для переселенцев будут построены закрытые герметичные дома И в таких условиях колонизаторы, безусловно, выживут С одним лишь но В процессе космической эволюции Человеческий облик изменится до неузнаваемости Эти существа уже не будут похожи на современных людей Но они будут нашими потомками Но как будет выглядеть космический человек будущего? В 1965 году во время тренировки Один из астронавтов НАСА, пребывающий в барокамере В течение 15 секунд был подвержен воздействию вакуума Это случилось из-за поврежденного скафандра, который оказался негерметичным В отчетах сказано, что первые 10 секунд астронавт находился в сознании Однако вскоре он начал задыхаться Потом он ощутил, как слюна на языке закипали Через мгновение он потерял сознание Тогда специалисты по космической медицине спасли астронавта Но этот случай стал еще одним доказательством того, что космическая среда губительна для людей Вскоре после этого случая ученые составили посекундную картину того, что произойдет с человеком в том случае Если он окажется в открытом космосе без скафандра На девятой секунде пребывания в космосе без скафандра Из-за недостатка кислороду наступит паралич Затем начнутся судороги мышц После чего тело снова парализует Одновременно с этим в мягких тканях произойдет образование водяного пара Что в свою очередь приведет к отеку организма Пульс сначала увеличится, но затем будет быстро снижаться Артериальное давление упадет в течение 30 секунд Венозное, наоборот, мгновенно подскочит Затем наступит смерть Тем не менее ученые уверяют, что человеку не придется жить в открытом космосе Прежде чем отправиться на другую планету, инженеры создадут закрытые поселения В которых будут царить условия, приемлемые для человека Но это все равно будет совершенно иная среда И облик человека начнет меняться Эволюционисты утверждают, что из-за длительного пребывания в невесомости В невесомости произойдет полная перестройка костного и мышечного аппарата У человека укоротятся конечности Существует риск, что произойдет полная атрофия ног Так как в невесомости просто не нужно ходить Руки станут очень тонкими Мускулатура грудной клетки, шеи, лица будет практически отсутствовать Размягчение костей черепа под действием невесомости приведет к увеличению головы Это означает, что человек далекого будущего будет представлять собой Существо с небольшим худощавым туловищем и огромной головой Условия, которые царят на каждой из планет Солнечной системы Будут вносить свои коррективы в облик первых переселец Если жители Земли отправятся на Юпитер То его сила притяжения просто расплющит человека В том случае, если люди отправятся покорять Марс Рост переселенцев, проживающих на этой планете В процессе эволюции, наоборот, значительно увеличится Более того, ученые рассчитали, что новое поколение людей Которые будут рождаться на другой планете Никогда не сможет ступить на земную поверхность Их организмы перестроятся настолько, что даже кратковременное пребывание В земных условиях приведет к мгновенной смерти Но смогут ли космические переселенцы вообще продолжить свой род? Над этим вопросом долгое время работали американские и российские ученые И результаты последних исследований доказали, что человек не сможет без осложнений для здоровья В условиях невесомости произвести на свет здоровое потомство Ученые из НАСА утверждают, что подобные эксперименты на людях не проводились Однако официальные опыты на грызунах все же были В результате экспериментов ученым удалось выяснить, что гравитационные изменения Разрушают клетки живых организмов И слишком слабая или слишком сильная гравитация Негативно влияют в первую очередь на развитие клеток мужского зародыша И данные результаты применимы и к развитию человеческих эмбрионов Однако это вовсе не означает, что человек не сможет выжить и продолжить свой род за пределами Земли В замкнутых системах, внутри которых будут моделироваться условия, приближенные к земным У человечества все же есть шансы на то, чтобы начать новую внеземную жизнь Кислород за деньги Каждое утро начинается с прогноза космической погоды В особенно активные дни Солнца выход за пределы жилых комплексов строго запрещен Люди разделены на два лагеря Богатые, те, кто получают полную защиту от радиации И бедные, те, кто довольствуются минимальным защитным снаряжением Таким видят будущее космических переселенцев-фантасты Ученые утверждают, что подобным мрачным картинам не суждено сбиться Но прежде чем решать, как будет выживать человечество за пределами Земли, нужно понять, куда лететь Ученые утверждают, есть ряд параметров, учитывая, которые специалисты будут выбирать новый дом для землян Планета, на которую отправится человечество, должна иметь твердую поверхность и силу тяжести, приближенную к земной Размеры должны быть не слишком большим Ведь планеты радиусом в полтора раза больше нашей окажутся в пять раз массивнее А значит, что вес человека на ней вырастет вдвое Именно поэтому планеты значительно крупнее Земли не подойдут для будущих поселений Так, из потенциального списка планет-кандидатов на заселение Ученые вычеркнули Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун Эти гиганты, по сути, огромные газовые пузыри, без твердой поверхности и сильнейшей гравитации Однако остается несколько потенциальных планет, среди которых Плутон Не все специалисты считают Плутон подходящий для землян планеты И хотя он состоит в основном из горных пород и льда, и значит с пресной водой проблем не будет Плутон располагается слишком далеко от Земли Именно поэтому очень высок риск того, что человечество просто может погибнуть в пути, так и не долетев до нового дома Ученые без сомнений исключили из списка потенциальных планет и Меркурий Он через щурмал и близок к Солнцу, практически не защищен магнитным полем и не способен долго удерживать атмосферу Ее просто сдувает солнечным ветром А вот Луну, Марс и Венеру астрофизики и биологи рассматривают в качестве основных кандидатов на переселение И самый близкий объект к Земле – это наш спутник – Луна Выхода 2 Или построить лунные поселения закрытого типа, или создать искусственную атмосферу Расчет ученых показывает, в том случае, если удастся создать на Луне искусственную атмосферу, она сможет продержаться там миллионы лет Однако пока это сложно даже представить Но, несмотря ни на что, колонизация Луны кажется не такой уж фантастической перспективой Такой вывод ученые сделали после того, как в 2013 году определили, что в лунном грунте содержится более 40% кислорода, который можно добывать при помощи специальных технологий А значит, первые лунные поселенцы не погибнут от кислородного голодания Экспертиза показала, что в лунном грунте 40% кислорода, 25% кремния, 10% алюминия, 5% железа и 2% титана И все эти элементы понадобятся людям для создания будущих лунных баз Астрофизики рассчитали, если человек отправится на Луну, то ему предстоит пролететь более 300 тысяч километров Но под силу ли нам преодолеть такой путь? Однако ученые уже сегодня предлагают быстрый способ доставки землян на Луну В 2013 году японские ученые заявили, что всего через 37 лет они создадут первый космический поезд Который будет ежедневно курсировать с Земли на Луну и обратно Реализовывать этот план специалисты собираются при помощи углеродных нанотрубок, которые в 20 раз прочнее стали Спроектированный лифт сможет перевозить до 30 пассажиров за один раз и двигаться со скоростью 200 километров в час Заявляют японские инженеры Однако мало кто знает, что проект первого лунного экспресса был предложен еще русским ученым Константином Циолковским Ученый предложил построить башню высотой в 40 километров, с которой можно было бы запускать спутники Земли Однако проект Циолковского не вызвал откликов у современников, слишком фантастическим он тогда казался И только в 20 веке русский инженер Юрий Арцутанов разработал подробный проект лунного электровоза Необходимо запустить на геостационарную орбиту искусственный спутник, с которого будет спущена специальная нить В сечении эта нить окажется тоньше человеческого волоса После того, как свободный конец нити закрикат на земной поверхности, сверху вниз по нити побежит так называемый паук Легкое устройство, которое будет плести вторую, параллельную нить Паук будет работать до тех пор, пока нить не станет такого объема, чтобы выдержать электровоз После этого можно будет запускать и сам транспорт Ученые только подходят к тому, чтобы воплотить в жизнь способ отправки землян на Луну, предложенный русским инженерам Однако пока все эти разработки дальше обсуждений не идут Слишком затратной и почти невозможной кажется технология космического электропоезда Устройство ученого представляет собой огромную трубу с закрепленной внутри нее платформой Которая приходит в движение при помощи электромагнитного разгона И работа над подобными устройствами уже идет в закрытых научно-исследовательских лабораториях разных стран А значит, в скором времени при помощи такой скоростной установки Мы сможем отправлять на Луну не только необходимый груз, но и людей И единственная причина, которая может помешать человеку отправиться таким образом на Луну Это запредельные перегрузки Лунные поселения, по мнению ученого, единственный на сегодняшний день реальный проект переселения землян Энергию на земном спутнике можно будет добывать при помощи солнечных батарей Проблему с отсутствием атмосферы решат специальные заводы, которые будут вырабатывать кислород Однако, как только инженеры разработали реальный план отправки землян на Луну Перспектива постоянных лунных поселений не всем специалистам показалась такой уж радужной По расчетам астрофизиков, первое, с чем столкнутся будущие лунные жители, это холод Ученые никак не смогут кардинально изменить климат Луны Отсутствие магнитного поля, которое защищает от солнечных вспышек, приведет к спонтанным мутациям Рак станет болезнью номер один, и это будет медленно убивать все человечество Все эти факторы заставляют ученых делать выводы о том, что в качестве перевалочной базы Луна сгодится Но на роль второй Земли никак не тянет Впервые отправиться заселять Венеру еще в 1961 году предложил американский астробиолог Карл Саган Ученый высказал крамольную по тем временам мысль Он предложил искусственным образом изменить атмосферу Венеры, чтобы создать на планете приемлемые для человека условия Ученый решил поместить в облака Венеры генетически модифицированных бактерий, которые будут поглощать углекислый газ, а взамен выделять кислород Карл Саган рассчитал, когда концентрация углекислого газа в атмосфере Венеры уменьшится И останется только нужное количество кислорода, начнется естественный процесс зарождения жизни Однако научный мир не оценил намерений Сагана А спустя 20 лет сам Саган признал свою идею провальной Оказалось, что метод ученого неэффективен, потому что атмосфера Венеры значительно плотнее, чем он предполагал Иными словами, в ней очень мало водорода, который необходим для жизни бактерий Именно углекислота, которая в большом количестве содержится в атмосфере Венеры, мешает сделать планету обитаемой Ведь высокая концентрация углекислого газа создает на Венере парниковый эффект, что значительно влияет на повышение температуры Скептики утверждают, что в том случае, если ученым удастся сократить количество углекислоты в атмосфере Венеры и ослабить парниковый эффект Этого все еще будет недостаточно для необходимого охлаждения планеты Именно поэтому физики предлагают защитить часть поверхности Венеры от солнечного излучения огромным космическим щитом Разместив его между Венерой и Солнцем Постройка в космосе сооружения размером в тысячи километров выходит далеко за пределы современных возможностей человечества Однако даже если ученым удастся воплотить проект в жизнь Этого все еще будет недостаточно для превращения планеты в обитель всего человечества Именно поэтому биофизики называют второй Землей Марс Они убеждены в том, что в прошлом красный гигант напоминал нашу планету С тем лишь различием, что у него была более плотная атмосфера Сегодня Марс мертв Однако его климат в десятки раз мягче лунного И по мнению некоторых ученых напоминает антарктический Известно, что днем на экваторе температура достигает плюс 20 А ночью падает до минус 80 Из-за чего вода на Марсе находится в виде льда Но она там есть Кто знает, куда именно отправится человечество с целью сохранить свою цивилизацию Будут ли это Марс, Луна или Венера И что если так называемый пояс жизни существует и за пределами Солнечной системы И через каких-нибудь 50 лет наши потомки смогут найти выход в другие галактики И быть может там, на краю Вселенной Существует еще одна Солнечная система В которой все 8 планет похожи на Землю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok